На повестке дня обсуждение изменений в правила землепользования и застройки города Иваново. В сентябре в областном центре должен быть принят новый генплан. До этого времени администрация готова плотно работать с застройщиками и архитекторами над тем, каким этот документ должен быть. Свои предложения внесли эксперты по градостроительству международной компании MLA+. Они обследовали городские пространства и высказали свое видение развития областного центра. В том числе предложили исключить из центральной части города широкие магистрали. То есть не улицы как таковые, а те параметры, которые были заложены. Это двухуровневые развязки, подземные и мостовые переходы через эти магистрали. То есть сделать центральную часть города более сумеренной транспортной инфраструктурой и использовать уже существующую капиллярную сеть, которая может вполне развязать транспортные потоки, а не собирать их в каналы. По мнению экспертов, квартальная сеть дорог в городе достаточно развита, но не используется эффективно. Именно ей нужно уделять внимание. Кроме того, эксперты высказались против строительства новых микрорайонов на окраинах города. Необходимость нового жилья, она растет с увеличением численности населения и количества домохозяйств, которые формируются в городе. Если этого не происходит, то у нас остается ветхий или заброшенный или неиспользуемый эффективно живой фонд существующий. Мы строим новый в полях, то есть происходит такое переезжание, переезд, и у нас формируется такой избыточный вакантный фонд. То есть он, естественно, кому-то принадлежит, но он не занят. Подобная встреча в стенах администрации уже проходила. Застройщиков познакомили с проектом предстоящих изменений. Поступили замечания. Мэрия готова их учесть. Например, в той части, которая касается правил малоэтажного строительства до четырех этажей в зоне Ж1.2. Мы готовы исключить здесь требования по минимальным парковкам, по детским площадкам, по площадкам для отдыха взрослого населения, но ввести параметры, которые предложили МЛА для срединного района этажностью до четырех этажей. Это плотность 0,95 и площадь застройки 0,3. Таким образом, на земельном участке площадью 700 квадратных метров можно будет построить объект общей площадью 665 квадратных метров с площадью застройки 210 квадратных метров. Новый генплан, по мнению главы города, прежде всего должен решить проблемы жителей, но так, чтобы при этом строительная отрасль смогла успешно развиваться. Это касается и застройки частного сектора, которую мы предлагаем поместить в зону Ж1.2, которая будет подразумевать наличие возможности там индивидуального жилищного строительства. И мы решим проблему, наверное, 100 тысяч наших граждан проживает в частном секторе. Второе, о чем мы говорили, обязательно увеличение парковочных пространств. В три раза мы сейчас предлагаем, конечно, застройщики тоже пока с этим не согласны. Третье, мы говорим об ограничении этажности. Максимальное в Иванове будет считаться этажность в 14 этажей, но это не означает запрет на строительство более высоких зданий. Город предлагает ввести новую зону застройки G3.1, где будет допустимо строительство 20-этажных домов в качестве основного вида разрешенного использования. Но при этом такое строительство должно быть обосновано документацией по планировке территории. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.